МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новость Анапа. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. На следующий год будем сеять по нему зимой пшеницу. Будем с хлебом. Анапские аграрии подвели итоги уборки урожая зерновых и наметили планы на будущее. Напомнить основные правила перехода по ежечастию. Школьник на дороге. Во всех образовательных учреждениях города сотрудники ГИБДД проведут беседы и напомнят детям правила дорожного движения. Устроить праздник ко Дню Знаний и попрощаться с летом. Джунгли зовут. Дети из приемных семей получили подарок к Дню Знаний от Анапского парка аттракционов. И начнем с главного. Юрий Поляков сегодня провел прием граждан. Анапчане обращались к главе города-курорта с самыми разными вопросами. От благоустройства территории до проблем с подключением дома к газу. Игорь Богданов из хутора Чембурга пришел просить об установке детской площадки. Решение было принято на месте. Этим летом в городе и сельских округах появилось 11 игровых зон и два тренажерных комплекса, подаренных муниципалитету депутатами ЗСК. Сейчас на очереди установка второй партии. Одну из детских площадок установят как раз в Чембурге. С просьбой о помощи в газификации многоквартирного дома по улице Шевченко-156 в Анапе обратились к главе города-жители. Чтобы выполнить все тех условия, нужно присутствие собственников 100% квартир, а некоторые из них живут от Камчатки до Калининграда. Было принято решение подготовить письмо на ресурсоснабжающую организацию с просьбой подать газ в те квартиры, где уже проживают люди. Житель станицы Анапской рассказал о своей беде. Улицу Октябрьскую несколько лет назад отсыпали муровым щебнем. В дождь теперь здесь лужи, в жару пыль. Глава Анапы поручил управлению ЖКХ включить улицу, формирующийся на следующие годы график, а пока помочь с хорошим гравием. В четверг глава Анапы Юрий Поляков проведет прямую линию по вопросам социально-экономического развития города-курорта. Звонки будут приниматься с 12 до 13 часов по телефону 30307. И к другим темам. Анапские аграрии подвели итоги года. Собрано более полумиллиона тысяч тонн зерновых. Показатели впечатляют. Амбициозный план у сельхозпроизводителей и на следующий год. Руководители фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели делились опытом и оценивали достижения отечественных производителей спецтехники. От традиционного формата в этом году решили отказаться. Первая часть совещания прошла в поле. Фермерам показали новый образец прицепа для обработки почвы. Для сравнения было взято оборудование европейского производства и современная отечественная установка. Результаты одинаковы, а вот цена разная. В первую очередь это, конечно, доступность и цена. То есть данный агрегат стоит практически в три раза дешевле нашего импортного аналога. То есть он участник программы субсидирования Министерства сельскохозяйства, программы 1432. То есть 25% субсидий идет заводу изготовителя. То есть в том, что запасные части, то есть производство, все в России производится. На заводе огромный склад запчастей, сроки реализации этих запасных частей. То есть основные преимущества именно такие. Урожай зерновых и зернобобовых убран. Производством зерна на территории муниципалитета занимаются 5 сельскохозяйственных предприятий и 27 крестьянско-фермерских хозяйств. По итогам этого года было собрано более 55 тысяч зерновых и зернобобовых культур. Хозяйство ОПХ Анапа в числе лидеров по уборке зерновых культур. В общей сложности эти аграрии собрали порядка 20 тысяч тонн зерна. Главное правильно подготовить землю. Начали работать просто по севообороту. Севооборот это очень важный фактор в земледелии. В этом году также представлен был горошек зерновой. Посели 500 гектар. Предшественник очень хороший для плодородия земли. На следующий год будем сеять по нему зимую пшеницу. Как показал нам прошлый год, по горошку зерновому мы в этом году убрали 68 центнер. Вот третий класс пшеницы был. Еще один вопрос, который будет под особым контролем – обеспечение пожарной безопасности на полях. Это касается и нынешнего периода, и подготовки к следующему году. Требования здесь ужесточатся. Недавние пожары показали, к чему может привести попустительство в этих вопросах. Так как у нас на территории района было много возгораний, обязательно всем доведена информация о том, что и повышена административная ответственность, штрафы за сжигание стерней на полях, и обязательно полос, опашка полос не менее 8 метров достигнута, что на следующий год сев не будет происходить вдоль железнодорожных путей, и федеральных трасс, и лесополос, значит, 8 метров не будет засеяны поля и вспаханы, как требуется по пожарной безопасности. Впереди у аграриев не менее ответственная работа. Сейчас необходимо подготовить почву к посеву озимых. И здесь все идет по графику. Всего планируется высадить злаковые на территории почти в 6000 гектар. В Технополисе Эйра откроют лабораторию прорывных технологий. В ней будут разрабатывать комплексы вооружения. Как говорится на сайте Технополиса, открыть лабораторию решили из-за потребности в организации тесного сотрудничества с Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России. Это позволит значительно сократить сроки разработки аппаратуры. Перед лабораторией стоят задачи, предполагающие создание комплексов вооружения, не имеющих отечественных, а возможно и зарубежных аналогов. Решение этих вопросов потребует тесного взаимодействия с другими тематическими подразделениями Технополиса. Открытие лаборатории запланировано на ноябрь текущего года. Осторожно, школьник! Внимательными на дороге с началом учебного года должны быть не только водители, но и дети. В Анапе стартовал новый проект, организаторами которого стали сотрудники ГИБДД. В течение недели специалисты посетят все школы и детские сады города-курорта, чтобы напомнить юным пешеходам правила дорожного движения. Еще год назад Настя была просто школьницей. Сегодня она юный инспектор дорожного движения. Званием этим гордится и охотно делится полученными знаниями со своими одноклассниками. Мы рассказываем детям о том, как правильно надо переходить дорогу и как правильно знаки обозначаются. Я хочу помогать людям, чтобы они, получается, не попадали в аварии. В шестой школе есть отдельный кабинет для проведения занятий по изучению правил дорожного движения. Есть и специальный велотренажер и магнитное панно, которое позволяет наглядно подать материал. Благодаря занятиям в этом классе мы за последние два года добились снижения показателей аварийности с участием несовершеннолетних. В конце занятия детям раздали памятки и светоотражающие значки. По статистике, это на первый взгляд простая наклейка снижает вероятность аварии на 70%. Государственная инспекция призывает родителей провести дополнительные беседы с детьми по соблюдению правил дорожного движения, напомнить основные правила перехода проезжей части, обязанности велосипедистов, а также при перевозке детей применять ремни безопасности, делающие устройства. В первую учебную неделю сотрудники ГИБДД и отдельной роты ДПС побывают во всех школах и детских садах Анапы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Дети из приемных семей получили подарок «Дню знаний». Администрация города договорилась с парком «Джунгли» о том, чтобы предприниматели выделили для них бесплатные абонементы, которые позволяют прокатиться на всех аттракционах. О социально ответственном бизнесе и простых детских радостях в нашем материале. Этот парк уже стал визитной карточкой Анапы. О самом большом на Черноморском побережье и колесе обозрения знают не только в Краснодарском крае, а еще здесь десятки самых современных аттракционов. В минувшие выходные на них можно было прокатиться совершенно бесплатно. Было принято решение пригласить сюда детей и семей, находящихся на контроле у социальных служб. Сотрудничаем просто хорошо с руководством парка. Они подарили такую возможность для наших детей устроить праздник ко Дню знаний и попрощаться с летом. В семье Маториных 9 приемных детей. В этом парке впервые. Подобные развлечения для их семейного бюджета обременительны. По однодневному абонементу у них есть возможность сегодня кататься на любых аттракционах. Малыши сразу выбирают яркие мультяшные аттракционы, ребята постарше – карусели. Мы успели на линейку, в школу и получили невероятный подарок от нашей администрации. Это пригласительные билеты на такой замечательный сказочный парк, который недавно построен был в нашем городе. Дети счастливы, смеются, радуются, визжат от удовольствия. Это очень хороший подарок для нас. Елена Маторина сегодня занимается поддержкой и других детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По поручению главы города этой семье было выделено помещение для клуба. Свою работу он начнет уже в сентябре. На базе этой творческой студии будут работать кружки по различным направлениям. Причем абсолютно бесплатно. Руслан Душевский, Анапа-регион. И еще одно интересное мероприятие состоится в нашем городе-курорте уже совсем скоро. Фестиваль детских команд КВН. Искрометный юмор и зарисовки из жизни школьников можно будет увидеть с 18 по 25 сентября. В Анапу приедут почти 150 команд из разных городов России. От Калининградской области до Приморского края. Три школьные команды представят на фестивале «Пермский край». Ожидается участники из Беларуси. На фестивале для детей организуют мастер-классы и учебные занятия по теории КВНовских игр, практике современного КВН, имиджу команды, актерскому мастерству, сценографии и режиссуре. Занятия проведут участники команды и редакторы телевизионных лиг Международного союза КВН. Финал всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» стартовал в детском центре «Смена». Организатором мероприятия стало Министерство просвещения и спорта России. В президентских состязаниях участвует команда, состоящая из учеников одного класса различных школ. Соревнования проводятся в четыре этапа – школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. «Президентские состязания» – самые массовые спортивные мероприятия России. Их школьный этап объединил более 11 миллионов учеников. На заключительный всероссийский этап в смену приедут около 1800 обучающихся десятых классов практически из всех регионов России. Программа президентских состязаний состоит из основных и дополнительных видов. В обязательную программу входят спортивные многоборья, эстафетный бег, творческие и теоретические конкурсы. Школьники могут продемонстрировать мастерство и в дополнительных видах программы – плавание, бадминтоне, баскетболе, мини-футболе, шахматах и самбо. Для детей будут организованы встречи с олимпийскими чемпионами и ведущими спортсменами страны, мастер-классы по различным видам спорта. Торжественное открытие президентских состязаний состоится завтра во Всероссийском детском центре «Смена». Стать участником одного из крупнейших кинофорумов страны могут жители и гости Анапы в эти дни. На курорте продолжается киношок. Не пропустите самые интересные фестивальные события. Завтра в 14 часов в киноцентре «Монитор» на Красной площади пройдет показ фильма для детей «Тум-Паби-Дум». В 15.00 на площади перед городским театром вас будет ждать прямой эфир. Создатели фильма встретятся со зрителями. В 15.30 в гортеатре показ ленты «Арена для убийства». В кинотеатре «Мир кино» в 15 и в 17 часов художественные и документальные фильмы конкурсной программы. В 18.00 в Доме культуры Станицы Анапской пройдут творческие встречи с популярными актерами театра и кино. А в 19.00 в рамках программы «ТВ-Шок» в городском театре можно будет посмотреть ленту «Аниматор». На театральной площади покажут комедию «Я худею» начало в 21.00. Следите за анонсами и не пропустите все самое интересное. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Видеть» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Видеть» Все виды тренажеров Отдельный кардиозал Женский зал Вертикальный солярий и инфракрасная сауна Школа бокса И, конечно, настоящая спортивная атмосфера Абонемент на месяц занятий всего 1500 рублей «Видеть» Анапа, Самбурово, 254 Мы делаем спорт доступным Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова